Я посмотрел интервью, я про неё раньше не знал, и это ни в коем случае не снобизм с моей стороны, это ни в коем случае не попытка обидеть эту потрясающую женщину, у неё тоже непокорные пряди, зовут её Ирина Шихман, по-моему. Она берёт интервью у Евгения Баженова. Ну, я к нему отношусь с большой симпатией, с большой симпатией к нему отношусь. Я уже говорил об этом. Знаменитая русская пословица. «Бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе». Вот как только к Собчак попадает Волочкова, вот начинается вот то самое. Помните первую букву «э», вторая буква «э»? Но это бой титанов. Это уже на равных всё происходит. Как только к Шихман попадает Евгений Баженов, ему ещё надо поработать над кинознаниями. Ну, какие его годы? Я абсолютно уверен, он любознательный, он хочет знать больше, он хочет смотреть больше. Нагонит. Сто процентов. Это я вам гарантирую. Но когда он начинает говорить о кино, а собеседец говорит, ну, Жень! Как? Вот если... Вот это и есть тот самый грань, тот самый водораздел. Если ты спрашиваешь, а сколько раз ты говоришь своей девушке, что ты её любишь? Ща посмотрю в калькулятор. Ща у меня там всё отложено, у меня всё там. И вот такие вопросы. Ну, поговори ты с ним о кино. Ну, вот вопрос. Почему вы только ругаете? Почему вы не хвалите? У меня есть свои варианты ответа. Ну, это мои варианты ответа. Это не Баженов. Но не следует этих вопросов. Другой сидит, а вот вы как? А как вы снялись в этом эпизоде? Если режиссёр нормальный, режиссёр пригрозил меня убить, и я снялся, как он сказал. Если актёр думает о себе гораздо больше, чем он являет, он начнёт рассказывать про Станиславского, про своё детство, и так далее, и так далее. Герман Старший рассказывал, это был их медовый месяц, с его женой сценарийской, Светланой Кармалитой. К ним в номер на съёмках впирается Ролан Быков, у которого свои взгляды на роль, которую он исполняет. Герман его выгнал, правильно сделал. Подумаешь, Быков, да хоть кто? Хоть Роберт Де Ниро, хоть Ален Де Лун, я тебе рассказываю, что ты должен сделать, а потом мы с тобой, если я режиссёр захочу, мы обсуждаем то, как это может быть сделано. Посмотрим. Я боюсь, что эти премии, несмотря на всё моё омерзение и отвращение, они с нами останутся. И Бог его знает, что нам готовит будущий год. Может, нам скажут, что Александр Македонский псов-рыцарей побил на Чудском озере, на льду, прямо, прямо на льду, а те на него пустили слонов, но это же другая совершенно история. Может быть, у вас есть свои какие-то предложения по поводу, может быть, я кого-то забыл, а я наверняка кого-то забыл, и вы тогда, у вас может быть своя премия, и вы мне напомните, какую премию кому бы да ещё раз дать. Если по-моему, был фильм «Не будем просяться», это про героическую оборону Калинина. 41-й год, конец 41-го года, НКВДшники обороняют, уже, слава Богу, и выскакивает из окопа актёр Мерзеликин, который играет, ну, актёр НКВД, и кричит «За Родину! За Калинин!» ещё о чём надо говорить. По-моему, больше ни о чём говорить нельзя. Вы думаете, это конец хорошим новостям? Да нет, ну, я бы был недобросовестен, если бы пришёл к вам только с этими новостями. Вы помните, как переделывали Кавказскую пленницу? Как переделывали Азори здесь тихие? нас ждёт, я временно перейду на русский язык, ремейк мультфильма «Ну, погоди». Говорят, где-то есть трейлер. А, так это Баженов говорил в интервью этой. Ну, этой. Ну, вы поняли. Вот. Ну, говорят, что это почище устного счёта и уроков чистописания. Продолжение следует...